Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, давайте его разберем с вами. Значит, вы спрашиваете о том, как понять, какой специалист реально мне поможет, или это вопрос Ракурсов. Смотрите, если вы хотите, чтобы вам специалист помог, соответственно, у вас есть проблема, у вас есть запрос. С которым вы работаете со специалистами. И выбрав специалиста, иначе я с ним работаю, вам нужно с ним идти до конца. Вот и всё. В зависимости от школы, психотерапии, и в зависимости от того, насколько вам комфортно со специалистом. То есть, если вам со специалистом комфортно, если вы видите прогресс, то вам нужно идти со специалистом до конца, то есть до полного удовлетворения запроса. Вот и всё. Дальше. Я перепробовал много разных специалистов, от дипломированных психологов, у гештарских психологов до коуча и самоуча. Ну, смотрите. Я не очень понимаю, зачем вы перепробовали, то есть вам, как я уже сказал, нужно выбрать одного специалиста и не работать, только если сам специалист не отказывается работать с вами. Вот, а перепрыгивать с одного на другого специалиста, ну, не очень понятно, зачем вы это делаете. Дальше. К каждому я приходил с конкретными запросами, и чем точнее запрос был, тем лучше конкретная проблема решалась. Каждый мне, безусловно, помог, помог и дал много техник, которые я применяю. То есть, проблемы вы свои решали? Когда острых запросов не было, я пробовал работать с психологами для поддержания психологического состояния, но было столько ощущений, что ничего кардинально не меняется, и старая установка всё ещё работает против меня. Так вы определитесь, вы либо работаете с установками, либо вы работаете для поддержания состояния, потому что это разные запросы. С установками работают отдельно, и с поддержанием состояния работают отдельно. То есть тут, как говорится, надо отделить одно от другого. Для меня критерий результативности того или иного специалиста – это улучшение качества в моей жизни в целом и уменьшение циклительности негативных моментов повторного наступления на грабли. Согласен. Так и есть. Как понять, какой специалист тебе нужен и реально поможет, если же много чего попробовал, но что давало лишь временный эффект? А вот вы про временный эффект, Владимир, ничего не говорите? То есть вы говорите, что вы приходите к специалисту с вопросом. С запросом. Запрос решается. Проблема решается. Всё. Не очень понятно, почему вы одного специалиста не выберете и с ним не пройдёте всё, весь свой путь, все свои проблемы. Зачем каждый раз менять специалиста? То есть как бы вы же понимаете, что за специалистом сперва выстраивается доверие, и потом начинается работа. То есть как бы на выстраивание доверительных отношений тоже хоть какое-то время, и только потом начинается терапия. Вот для некоторых школ психотерапии, например, для психоанализа и в большей степени меньше для гештальт, терапия начинается только после года встречи. Дальше. Значит. Значит, как понять? Ну, я сказал, как понять. Или это лишь вопрос выбора ракуста. Ты не можешь измениться даже с непрофессиональным специалистом, используя всевозможность, а можешь с мегаэкспертом просто побраться в деньги. Ну, если вы готовы меняться, то вам нужен всего лишь такой небольшой толчок. Это правда. Вот. Но, конечно, здесь, что вы понимаете, вот мега-специалистом. Для каждого свой специалист, вы, вероятно, просто своего специалиста еще не нашли. Или у вас присутствует излишняя рационалистичность, склонность к рационализации, потому что ваш вопрос, это именно вопрос про рационализацию, не про чувствование. Как мне кажется, даже гештальт-терапия, она ориентирована больше на познавание от себя своих ощущений. И техники, это свой личный инструмент. А вот познание, осознавание себя, это куда более важно. Значит, или так, у эксперта нет в природе, нужно заработать задачи, находиться на каждой своей жизни, а своего эксперта нет. Как я и сказал, психолог должен быть один, вы выбираете специалиста, который вам комфортно, и идете с ним до конца по решениям своих проблем. Вот. То есть это не так работает, что вы с одного на другом. То есть два месяца за специализм, это мало. Ну, опять же, зависимости от школы. Вот. Для психоанализа, например, и год маловато будет. Такой вот вопрос. То есть то, что я у вас увидел, это больше такая история про рационализацию. Какую-то вот защиту, то есть я не чувствую вас, как бы, я не чувствую проработанности. Мне кажется, что вы приходите к специалистам и проверяете их в большей степени. Ну вот, мне кажется, что вы приходите за чем-то таким конкретным, за тем, что можно объяснить, что можно как-то вот логически выстроить. Но психотерапия, это не всегда логика. Познание себя, это не логика, это следование за чувствами. И если бы вы следовали за своими чувствами, ваш бы текст был совсем другим. Как я и сказал, совершенно очевидно и понятно и нормально, что не хочется просто так тратить деньги. Это понятно. И потому так важно найти себе специалиста, с которым вам будет комфортно. Не важно, кто это за специалист. Комфорт и прогресс. То есть, вот ощущение, что, что вот, вы получаете возможность сделать то, что хотите. Вот есть у вас установки, например, которые играют против вас. И с помощью специалистов, вы начинаете по-другому принимать массы, по-другому их воспринимать. Вот это и есть терапия, это не быстрый процесс. Давайте, давайте подумаем, подумаем. Шесть месяцев еженедельных встреч. В месяце, в месяце четыре недели. Так. Четыре на шесть получается. Умножим. Вот, ну, это будет двадцать четыре, да. Эм... Двадцать четыре встреч. Двадцать четыре часа вы пообщались с специалистом. В лучшем случае. Шесть месяцев. Ну, это... Для... Серьезного запроса, для работы с остановками. которых, которые вот у вас там, допустим, на протяжении, на протяжении жизни мучили, беспокоили. Ну, это вот тот момент, с которого только всё начинается. Так-то я думаю, что в некотором смысле вы убежите от решения проблемы, потому что решить проблему можно только с одним специалистом, только на длительной терапии. Вот. Для чего вы перебирали, для меня непонятно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.